Необходимость, которую придется пережить. Вторые сутки движение транспорта по Павловскому тракту на повороте на улицу сельскохозяйственную ограничено. Это связано с работами по реконструкции сетей водоснабжения. На сегодняшний момент мы ведем подготовительные работы. Как вы видите, земляные срезка, подготовка под расстановку бурового комплекса. И начало работы по бурению ориентируемся на следующую неделю. Общее время отключения перекрытия этой полосы 30 июля 2024 года. А уже с 28 июля по 28 августа на пересечении с улицы Новороссийской планируется ограничить движение по одной полосе. Регулировать поток транспорта будут с помощью схем реверсирного движения. Реализация этого проекта позволит значительно улучшить водоснабжение железнодорожного и октябрьского районов города. Одному из ведущих предприятий города позволит реализовать крупнейший в стране инвестиционный проект – создать новые рабочие места. Проект будет реализован за счет средств бюджетных кредитов. Объем вложений – более 2 миллиардов рублей. Всего предстоит два этапа работ. Первый – это реконструкция сетей водоснабжения протяженностью почти в 4 километра. Второй этап – реконструкция канализационного коллектора почти в 2 километра. Самым сложным участком станет участок Павловского тракта – от сельскохозяйственной до Новороссийской. Именно здесь подрядчик должен будет сделать переврезку водопровода. Мы строим для Барнаула, для его жителей, прекрасно понимаем, какие трудности доставляем. Поэтому постараемся с своей стороны уменьшить этот период дискомфорта, который им предстоит. Ранее глава города Вячеслав Франк получил проработать все вопросы организации работ и особое внимание уделить безопасности пешеходов и владельцев автотранспорта. Ирина Корчагина. День с толком. Ранее глава города Вячеслав Франк